Я вам представлю нашу сторону, присутствующую глава города, мэр Магадана, глава муниципального образования города Магадан Юрий Федорович Гришан по центру. Да, Юрий Степанович Руденко, автор, архитектор нашего мамонта. Заслуженный художник Российской Федерации. Магаданский мамонт, победивший на всероссийском конкурсе народных арт-объектов, организованном сервисом путешествий Ту-Ту-Ру, скоро будет в центре внимания фестиваля СМИ и тревел-блогеров. Об этом договорился мэр Магадана Юрий Гришан с представителями Ту-Ту-Ру на онлайн-встречи по результатам всероссийского голосования. Я бы хотел, чтобы оно имело не мононаправление, вот мамонт из железа, композиция, время, все, несколько шире посмотреть. Тогда нам будет очень интересно для того, чтобы Ту-Ту, это поехали, да? Чтобы поехали сюда, вот именно за вот этой изюминкой, которую вы показали через этот конкурс. Модерировал онлайн-встречу заместитель директора медиахолдинга «Вечерний Магадан» Олег Дудник, которому глава города и поручил координировать этот проект. Предварительно стороны договорились о визите федеральных СМИ и тревел-блогеров на середину марта. Это связано с проведением в регионе второго рыбацкого фестиваля «Клевая Колыма» и этнофестиваля «Дзялбу». Два таких больших и уникальных события могут стать хорошей основой для контента, продвигающего Магадан и Колыму в целом для туристов. Чувства самые приятные, что там говорить. Я очень доволен этим обстоятельством, что наш мамонт занял первое место. Я думаю, что и всем горожанам-магаданцам этот факт приятен, потому что голосовали почти весь Магадан. Он, скорее всего, весь голосовал, насколько я знаю. Получилось очень хорошо. Люди там отдыхают с удовольствием. Приходят, я вот сколько езжу, там постоянно кто-то возле мамонта фотографируется группами или там в одиночку. Это нормально. Я считаю, что людям нравится. Теперь один из любимых народом символов Магадана придаст новый импульс интереса жителей всей России, Колыме и ее столицы. Олег Дудник, Олег Калугин. Специально для вечернего Магадана. 27 января мэр Магадана Юрий Гришан вел чрезвычайную ситуацию из-за большого количества бродячих собак. В городе проблема бездомных собак стоит очень остро. Как бороться и что предпринимать по отношению к ситуации с бродячими псами, вечерний Магадан узнал у жителей областного центра. Надо обратиться к зоозащитникам, которые их защищают, собак, вот, и предложить им этот вопрос. Что нам делать? Вы защищали бродячих собак в свое время. Теперь у нас получились в Магадане инциденты с детьми, с женщинами и так далее. Нехорошие инциденты. Возникает вопрос, где зоозащитники? А какое ваше личное мнение? Личное мнение мое такое, что этим должны заниматься компетентные органы, которые в настоящее время почему-то отмалчиваются и спрашивают мнение общественности. Вместо того, чтобы заниматься тем, чем они обязаны заниматься. Защищать народ, защищать общественность Магадана. Надо у людей гнойный гнид, который кидает своих псов. Вот, допустим, мой джек. Он был найден 12 лет назад под машиной с щенком со сломанной лапкой. Какая-то гнида знойная бросила новорожденного щенка под машину. Ну, не под машину, в общем, бросила. Так кто виноват? Мой джек или вот этот человек? Ну, раз уж собак уже очень много развелось, что с ними делать? Каждого хозяина ведь не выловить? А развелось от того, что, я повторю, это не люди, это гнойные гниды. Отдельно их держать в этом самом, сделать, чтобы они, так бы сказать, в куче были, как оно называется, питомники. Питомники, наверное, питомники переполнены. Тогда какой выход? Ну, точно не применять меры, которые, не знаю, могут как-то навредить. Надо, чтобы люди брали ответственность на себя, когда берут домашних животных. Чтобы они их на улицу не выбрасывали. А когда уже это случилось, то, конечно, я считаю, что их надо хотя бы порастерилизовать. Но дальше она уже поменьше будет уже вреда наносить окружающим. Хотя бы не будет плодить себе подобных. Магаданцы смогут присоединиться к массовой всероссийской гонке. Лыжню России проводят с 1982 года. Этот раз юбилейный. На старт выходят тысячи единомышленников, которые неравнодушны к этому виду спорта, здоровому образу жизни и активному отдыху. Пройдет традиционная гонка на лыжне у Грохового поля. Федерация лыжных гонок Магаданской области приглашает всех желающих принять участие в данном спортивном мероприятии. Всероссийские соревнования пройдут 12 февраля 2022 года в 12.00 в районе Сопки-Магаданки. Регистрация участников с 11.00. Наличие медицинского допуска обязательно. Регистрация участников с 11.00 в районе Сопки-Магадана. Регистрация участников с 11.00 в районе Сопки-Магадана.